Судан и Израиль договорились о нормализации отношений. Президент США Дональд Трамп официально уведомил Конгресс о своем намерении исключить Судан из списка государств спонсоров терроризма. На протяжении десятилетий Судан находился в состоянии войны с Израилем и бойкотировал товары из Израиля. Между двумя странами не было отношений. Этот мирный договор укрепит безопасность Израиля и прекратит долгую изоляцию Судана от остального мира, разблокирует новые возможности для торговли и коммерции, образования, исследований, сотрудничества и дружбы для народов этих двух стран. Судан открыл небо для израильских самолетов. Премьер-министр Израиля Бениамин Нетаньяху приветствовал достигнутую договоренность. «Сегодня мы объявляем еще об одном потрясающем прорыве к миру. Еще одна арабская страна присоединилась к кругу мира. На этот раз мы говорим о нормализации между Израилем и Суданом. Это большие перемены, наступила новая эра, эра настоящего мира, эра мирных отношений, которые развиваются и охватывают все больше стран». В Вашингтоне уже подписаны документы о нормализации отношений Израиля с УАЭ и Бахрейном. На днях УАЭ и Израиль договорились, что граждане обеих стран освобождаются от необходимости заранее оформлять визы. По информации из Белого дома, еще пять арабских государств готовы присоединиться к заключению мира. Палестинская администрация, в свою очередь, осудила арабские соглашения с Израилем и назвала договор с Суданом очередным ударом в спину.